МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...об организации работы с подрастающим поколением с точки зрения военно-патриотического воспитания. Для чего эта тема, в общем-то, поднимается? Мы на самом деле живем в достаточно сложное время не только с точки зрения ресурсов, с точки зрения зарабатывания хлеба насущного, но и очень многие телезрители и радиослушатели в реале, в письмах пишут о том, что на самом деле подрастающее поколение, то есть вот старшеклассники, дети, которым 12-13 лет, они находятся в каком-то таком информационном пространстве, в информационном поле, что даже разговоры не всегда строятся миролюбивые, и очень непросто найти общий язык по разным темам. А когда вопрос касается, например, отношения к родине, когда вопросы касаются отношения к истории, когда дети начинают рассказывать о том, что все равно все производится, знаете, дорогостоящие там айфоны, и автомобили, оно все производится на Западе, и они не видят, мол, материальных каких-то признаков величия своей страны, то возникает дискуссия, из которой методически выйти, ну, на самом деле, не так-то уж и просто. И вот здесь вот эта тема, она методическая, безусловная. Вот ей я хочу посвятить сегодняшний выпуск, который вот 1 апреля 2016 года, начало второго квартала. И, в общем-то, я хочу начать вот с чего. Основная проблема любой работы с молодежью, которая заключается в нравоучениях, знаете, в таких проповедях впрямую, что вот это хорошо, это плохо, она заключается в том, что такая информация, она вообще-то современными детьми воспринимается плохо. Есть, знаете, способы подачи информации лобовые, когда вот мы говорим чуть ли не приказным тоном, делай так, а так не делай. Естественно, у любой личности, а у молодой так тем более, особенно у детей, которые перешагнули через возраст 12 лет, когда начались гормональные изменения внутри организма, вопрос собственного «я», вопрос сохранения лица, особенно вопрос сохранения лица среди сверстников, даже в спорах со взрослыми, особенно, ну вот все, что связано с вот этим юношеским задором, с юношеским самолюбием. Такие инструменты, связанные с проповедями, с нравоучениями, с информацией монологической, практически не работают. Особенно, если учесть, что подавляющее большинство моделей поведения, подавляющее большинство привычек, взглядов на жизнь, дети черпают не во время занятий, а даже если занятия, например, у нас там с 9 условно до 2, в учебных заведениях, в школах, в вузах, то даже если посчитать эти часы и отбросить, скажем, специальное знание, там физика, химия, там другие дисциплины, не связанные с человековедением, социологией, с обществоведением, со всем, что связано с жизнью людей в обществе, то получится, что в течение недели вот такие прямые подачи, пересказывание каких-то текстов, каких-то учебников, какие-то, ну, в общем-то, лекции педагога, конспектирование, рассказ, ну, заучивание этих текстов, в неделю действительно по времени это занимает, ну, от силы, там, ну, 5-6 часов военно-патриотическое воспитание, и вообще все, что связано с идеологией, мы детям, безусловно, есть часы, есть целые предметы, которым это посвящены, но на самом деле в течение недели время, во время которого мы общаемся на эти темы с детьми, катастрофически мало. А если, например, эти вопросы в семьях не обсуждаются, а это часто бывает сегодня, особенно в неполных семьях, когда людям, в общем-то, не до высоких материй, это считается по умолчанию высокими материями, люди живут приземленной жизнью, там, работа-дом, работа-дом, магазин, супермаркет, поесть, накормить, купить одежду, и вот так вот вопрос движется, и только по большим праздникам, например, праздник Великой Победы, или, например, какие-то годовщины освобождения тех или иных частей бывшего Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков, фильмы какие-то идут по телевизору, в общем-то, разговор возникает, но по времени это тоже достаточно мало. И получается, что большую часть своего внимания дети, студенты, старшеклассники, дети, которым чуть больше 12 лет, они уделяют далеко не этим вопросам. И это на самом деле достаточно большая проблема, с которой методически нужно как-то правильно поступить, потому что переформатировать семьи вот так вот сразу мы не сможем. Поговорить с родителями, наверное, можно наладить какую-то работу для того, чтобы хотя бы свести к общему знаменателю, хотя бы сделать какое-то общее целеполагание. Что мы, где мы сейчас находимся, сделать анализ среды управляемой этих же детей, что они знают, что они говорят, что они говорят в лицо, и что они говорят за глаза, как они относятся к тем или иным вопросам. Может быть, даже сделать несколько исследований, таких неявных, таких завуалированных, для того, чтобы выработать вот эту методическую программу, как нам работать с нашими детьми, потому что это достаточно серьезный вопрос. И он напрямую примыкает к тому, какие будут мальчики, которым сегодня 16, 17, 18 лет. Насколько они вовлечены в информационный национальный поток, родовой поток, межнациональный. Насколько они себя воспринимают частью большого народа, многонационального народа. И насколько, например, семьи атомизированы и действительно заточены на добывание каких-то материальных ресурсов, которые, по большому счету, безусловно, нужны. Это естественный способ выживания. То есть люди работают, люди зарабатывают себе на хлеб насущный. Но когда, не дай бог, наступают времена перемены, когда, собственно говоря, от того, что у человека на сердце или в голове, зависит, собственно говоря, будет жить этот народ или нет. Вот здесь и, в общем-то, и то место, куда нам надо с вами приложить не только руки, но и головы. И вот здесь, мне кажется, нужно четко расклассифицировать все способы воздействия на детей. Поскольку подрастающее поколение современное, в общем-то, общается достаточно компактно, недолго со взрослыми. Эти диалоги, как правило, имеют, знаете, оттенок нравоучения. Основную информацию они получают из гаджетов, из интернета, из общения со сверстниками. Эта информация, она классифицируется на личностную. А поскольку у детей гормональное развитие такое, знаете, они и в юношество вступили, то, соответственно, очень много выделяется вопросом, внимание вопросом личности, своего лица. Естественно, вопросом секса, вопросом взаимоотношения между полами. И вот этот интерес, который доминирует, его как бы перебить чем-то другим не так уж и просто. И тут нужно знать некоторые, ну не то, что кодовые слова, тут надо, в общем-то, уметь переключать людей. И в этом смысле, конечно же, мы с вами снова упираемся в старую известную истину, что миром управляют символы и ритуалы. По большому счету, я своими глазами видел, 9 мая прошлого года, когда идет колонна людей и несут портреты своих дедов, прадедов, которые воевали во время Великой Отечественной войны, то я видел, что плакали не только взрослые люди, а там на самом деле была такая атмосфера, знаете, которая, ну вот непонятно, откуда это берется, но плакали и дети. Они были вовлечены вот в эту ауру, когда в одном месте, в одном пространстве, на одной площади или на одном проспекте объединились люди разных поколений, причем люди по собственным ощущениям говорили, что не только живые, живущие сегодня, но и те, которые умерли, такое чувство, что они присутствовали здесь. Вот это облако информационное, вот даже, я бы даже сказал, духовное, оно на самом деле проникает, и это работает намного лучше любых нравоучений, любых слов, сказанных на уроке, дома на кухне, при упреках и домашних скандалах, ты сделал уроки, не сделал уроки, и так далее, и так далее, когда, знаете, мы пытаемся говорить о нравственных вещах, ну, в спешке, в суете, а вот такие, не хочется говорить слово ритуалы, но это по большому счету структурный ритуал, то есть когда люди, многотысячная толпа, многотысячная масса, колонна людей идет с портретами предков, это влияет на подрастающее поколение намного больше, чем любые методические изыски. Когда дети приходят на экскурсии в музеи, посвященные событиям Великой Отечественной войны, когда эти экскурсии в музеях проходят на высоком уровне, экскурсоводы, ну, во-первых, знают, что говорят, и умеют это сказать, знаете, достаточно ненавязчиво и проникновенно, это тоже работает. Когда дети, например, занимаются тем, что они пишут сочинения, пишут статьи, снимают какие-то репортажи или фильмы на эти темы и сами находят информацию, сами берут интервью у ветеранов, сами что-то делают, то эта информация и интеллектуальная левополушарная, и душевная правополушарная, она усваивается и становится своей. И тогда вот эта информация становится частью души, мы можем, в общем-то, с большей уверенностью передать управление этой страной, когда придет время, через 15-20 лет. И вот эти ритуалы, это на самом деле, наверное, есть фундамент, основа всего, что мы можем придумать методического по работе с подрастающим поколением. Кроме того, мне кажется, и тут я, конечно, с удовольствием поучаствую в дискуссии, если будут возражения, мне кажется, что мы с нашими детьми очень мало говорим о психологических возрастах, связанных с тем, какими дети будут в 24, в 30, в 40 лет, в 50. Мы не рассказываем о душевном устройстве взрослых. Все ведь на самом деле протекает в суете. Зарабатываем деньги, не говорим о вещах, мы говорим только, вот это хорошо, вот это плохо. Не рассказывая, не разжевывая цели, целеполагания детей, которым там от 12 до 24. И почему они так себя ведут? Почему, например, люди, которые там завели семью и которые на самом деле начинают добиваться каких-то успехов в социальном плане, то есть они начинают зарабатывать серьезные деньги. Они, например, учреждают предприятия или регистрируются индивидуальными предпринимателями и делают какой-то вот достаточно заметный карьерный скачок. Это на самом деле очень сильно влияет на психотип человека. Человек как бы преображается, он становится другим, он из юности переходит во взрослую жизнь. И дети, которые даже не знают о таком перерождении, о таком видоизменении психики, они живут себе и живут. И на самом деле у них в голове складывается впечатление, что вот это юношество, оно будет и дальше. Оно таким же будет, знаете, ну не то, что безответственным, но во всяком случае за спиной родителей, за спиной родственников, за спиной там пап, мам, дяди и дедушек, которые устроят, приведут, за ручку приведут, оформят документы и так далее, и так далее. И вот эта вторичность у наших детей, это, наверное, одна из самых основных проблем, потому что даже если люди плачут, например, на каких-то митингах, на каких-то шествиях, связанных там с той же акцией «Бессмертный пловок», это совершенно не значит, что человек, который привык всю жизнь, большую часть жизни, стоять за чьей-то спиной, ждать команды, пойти исполнить, человек не берет на себя инициативы, то, соответственно, в боевой ситуации, либо, например, в какой-то критической ситуации, ведь речь не только о войне, речь даже о том, что молодой 17-летний, 18-летний парень на улице может оказаться в ситуации, при которой ему надо вступиться за девушку, иначе он, например, ну, понесет потрясающее поражение с точки зрения сохранения лица. Это тоже влияет на психику, это человека нужно готовить. И получается, что человек, если он всю жизнь стоит за спиной, не проявляет инициативу, не берет на себя ответственность, в конце концов, не проявляет свой мужской характер, то в критической ситуации и в общенациональных масштабах, страновых и в личностных, человек может потечь, и это на самом деле отражается на судьбах всех, и этого ребенка, и его семьи, и страны. И это тоже предмет для наших методических разработок, потому что от того, какими будут наши дети через 10-15 лет, такая же и будет эта страна. И люди, которым уже за 40, они, в общем-то, больше сейчас задумываются не столько о хлебе насущном, хотя время сейчас тяжелое, и с хлебом стало не так, как, например, несколько лет тому назад, а прежде всего задумываются о том, какая будет страна, и как будут жить дети и внуки. И с этой точки зрения, мне кажется, очень важно, чтобы в школе, вот в этом фундаментальном, государственном договоре, связанном с тем, что родители в нынешних экономических условиях не могут уделять столько времени своим детям, не могут нанимать индивидуальных учителей, которые сейчас называются тьютеры, такое английское слово, для того, чтобы давать полный цикл образования, они вынуждены договариваться, они вынуждены давать в школу, а в школе, получается, в основном-то, конечно, женское царство, мужчин там не очень много, и эти мужчины, как правило, они подчинены женщинам, то есть все равно женщины там даже в количественном и в качественном отношении, они все равно доминируют, и вот эта модель поведения, связанная с тем, как себя вести людям в возрасте от 12 до 18 до 20 лет, она даже помимо наших методических разработок, вот она, вот она видна, и отсюда и складывается вот эта инфантильная модель поведения, при которой наши дети не всегда ведут себя как герои, а это очень важно в любом обществе, которое дееспособно, которое воспитывает внутри себя управленцев, которое воспитывает предпринимателей, экономистов и воинов, это отдельное сословие, которое на самом деле чрезвычайно важно, это те самые люди, которые по складу характера, по родовым традициям, то есть исходя из того, кем были отцы, деды, прадеды, это люди, призванные защищать ядро народа. И вот с этой точки зрения, с точки зрения построения всех диалогов, всех действий, всех ритуалов, всех символов, символьных, знаете, диалогов, связанных с тем, чтобы посмотреть вот этот фильм, дать ему оценку, устроить дискуссию, во всяком случае поднять эту тему, которая на самом деле вообще в школе обсуждается, безусловно, но, знаете, в таких официальных мероприятиях, в таких чрезмерно пафосных, к которым всегда такое отношение, вот мы с вами заходим в актовый зал, там сейчас будет митинг, и, знаете, вот эта вот искренность, которая может вызвать слезы, связанные там с той или иной датой, она может там и отсутствовать, и количество мужчин, которые причастны к боевым действиям, которые пережили этот опыт и могут его передать даже не словами, а просто рассказом о том, как это было. Вот таких мужчин в школе в воспитательном процессе подрастающего поколения должно быть больше. И вот в этом месте мы с вами должны задуматься, о каким образом это сделать. То есть в этом пульте, который регулирует количество мужчин и женщин в общеобразовательном процессе, в этом пульте, в котором есть ручки, которые, например, делают мужчин там, ну, как бы, ну, для них это невыгодно. То есть мужчина – это добытчик, ему надо зарабатывать серьезные деньги, а школа – это такой фильтр, который, по идее, мужчин там должно быть на порядок больше, но их там меньше. И вот здесь вот есть основная проблема нашей системы образования, вот этого договора между семьями, которые не могут уделять детям необходимого количества времени, они договариваются о том, что существует специальный институт, связанный с образованием и с воспитанием, и с воспитанием тех человеческих качеств, которые нужны обществу. И вот здесь нужно подумать не только о том, что говорить детям, какие проводить с ними мероприятия, какие с ними делать, реально производить материальные памятники по роду, по истории страны, по истории народа, но и то, какой кадровой базой осуществлять эту работу. И вот здесь пример, который недавно произошел в Сирии, когда офицер Федеральной службы специальных операций, Александр Прохоренко, будучи окруженный боевиками, террористами, терроризирующими Сирию последние пять лет, был вынужден вызвать огонь на себя, это подвиг и поступок, который на самом деле дорогого стоит. Парню менее 30 лет, он недавно женился, у него должен появиться ребенок, и человек принял вот такое вот решение. Этот пример, конечно, он из ряда вон, то есть это боевая ситуация, которая в мирное время, в общем-то, и не обсуждается, но она показывает отношение солдата, воина к стране, к задачам, к тому, что он делает. Понятное дело, это офицеры, он не только учился в военном училище, он не только проходил боевую подготовку, там была и идеологическая подготовка, и вот эта русская традиция за други своя, она дорогого стоит, но на эту тему мы с вами с детьми не говорим. Боже упаси говорить о том, что там готовить их к смерти, нет. Речь идет о том, чтобы все стороны жизни, которые могут быть на этом свете, начиная от драк за родину и за женщину, и заканчивая возможностью мысленно каждому ребенку, особенно мальчику, для себя проиграть эту ситуацию. А как бы ты поступил в этой ситуации? А как бы ты поступил в этой ситуации? Вот это моделирование жизни, вот эта закладка картинки будущего, самый основной вопрос, как прожить эту жизнь, это нарисовать картинку будущего. Кто ты, чьих ты будешь, откуда ты вышел и куда ты идешь. Не важно, какая у тебя там полная, неполная семья, самое главное, ты должен ощущать себя частью этого народа, самое главное, ты должен желать этому народу процветания, хорошей рождаемости, а для этого определенной экономики. И, соответственно, ты должен быть способен поднимать заднюю часть тела, а не лениться, потому что брать на себя ответственность за других, это же не только, знаете, сразу идти в атаку, сразу идти в драку. Это еще делать каждодневный труд, который на самом деле результаты может сразу и не приносить, но он по чуть-чуть, по шажочку улучшает окружающий мир, окружающий мир, создает атмосферу, ладную между людьми, создает общество, более дееспособное. И самое главное, мы не учим детей, знаете, такой вещи, которая называется улаживание конфликтов. Дети сами по себе, поскольку у них гормональная перестройка, они люди конфликтные, они максималисты, они, знаете, они всегда стремятся к справедливости любой ценой, у них может даже культивироваться в их микрокультуре привычка сразу называть вещи своими именами, а если не называть, то это считается лицемерием, тут это тоже можно понять. Но вот это направление есть, а направление связанное с улаживанием конфликтов, особенно конфликтов межсословных, у нас есть бедные и богатые, это очень сложный вопрос, а когда в классе это все происходит, а когда в этом конфликтах вовлечены и взрослые, то тут на самом деле методически маневрирование, это не лицемерие, это маневрирование для того, чтобы настроить систему таким образом, чтобы класс, коллектив, микросреда были дееспособными. Что толку, если, например, в классе будут непримиримые враги, которых надо будет разводить, или там даже детям уходить из школы, или учителям там увольняться, переводиться в другую школу. Вот это наука улаживания, наука выслушивания другой стороны, наука построения стратегии. Иногда же некоторые вопросы не решаются, скажем, родительским собранием, двойкой в дневнике или, например, выговором. Это практически ничего. Это значит, мы просто поставили галочку с точки зрения того, что мы отреагировали на входящий запрос среды. А некоторые методические вещи строятся даже не трехходовками, они строятся там в течение года. По шажочку, по чуть-чуть. А сглаживанием, снятием вот этого напряжения, особенно если оно основано на несправедливости, показыванием тем, что справедливость существует, и носителями ее являемся мы, взрослые люди. И вот эта вот методическая работа, над которой нам с вами стоит подумать и думать каждый день, она на самом деле является основой вообще всей любой работы. И семьи, и школы, и вузов, и людей, нас, журналистов, которые поднимаем эти вопросы. Мне кажется, для выработки этих методических приемов, для выработки вот просто, знаете, это называется сегодня дорожная карта, для того, чтобы понять, что мы делаем сегодня, что мы делаем завтра, составляем календарный план на год, и при этом реагируем на разные изменения, на события, которые происходят. Вот эти планы нам кажется, мне кажется, нужно нам согласовывать и осуществлять какие-то встречи, какие-то семинары и конференции не в телевизоре, а в реале для того, чтобы и учительский корпус, которого волнуют эти темы, и родители, которые, например, имеют ряд проблем методического, педагогического характера и не знают, где найти способы решения этих проблем, и журналистское сообщество, которое занимается освещением вопросов искусства, культуры, образования и так далее, вот нужно, мне кажется, учредить определенной периодичностью конференции и семинары, во время которых люди могут обмениваться прогрессивным опытом, эффективным опытом, когда люди достигают существенных заметных результатов. Известный советский педагог Макаренко, который на самом деле, если кто помнит, сначала работал в лагерной системе, а потом, в общем-то, занялся беспризорниками, а беспризорники — это еще более худшая стадия педагогического запустения, и этот человек сумел достичь колоссальных результатов, и нужно сказать, что этого он сделал не сам, он был руководителем, а у него было несколько подчиненных, и это был коллективный труд. Так вот опыт Макаренко, который всегда проповедовал основные два постулата о такте и мастерстве, тактичность и мастерство, мастерство маневрирования, мастерство коммуницирования, мастерство общения с родителями, с детьми, с государственными органами, улаживание всех возможных конфликтов, естественно, с целью, чтобы дети, которые в возрасте старше 12 лет, пришли к своему совершеннолетию людьми с устоявшимся человеческим типом психики, людьми, которые знают, что такое ответственность, что такое завести семью, и готовы были бы это сделать. И тогда наша с вами задача — передать эстафету управления этой страной, которая наступит лет через 15-20, фактически может быть решена. В эфире была «Информационная война». Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин